Уже давно не является каким-то секретом наличие на Западе довольно влиятельной фан-группы Путина. Конечно, после широкомасштабного вторжения в Украину она стала пожиже, а после объявления ему подозрения в военных преступлениях, в этой среде произошла окончательная метаморфоза. Все, кто мог отгрести подальше от уже полностью токсичной фигуры, сделали это кто тихо, кто публично, ведь это обвинения в преступлениях, которые не имеют срока давности, и поэтому, зная о таких обвинениях, сохранять пропутинскую позицию можно себе позволить исключительно в случае фатальной зависимости от него и его денег. Примерно это демонстрирует лидера ряда стран во главе с Виктором Орбаном. С этой публикой все ясно, поскольку там имеется весь набор связывающих элементов, от бабла до услуг шпионским организациям Федерации. Кто-то из них и рад бы спрыгнуть с крючка, но четко представляет себе последствия этого шага. Ну а фиксирует эту ситуацию для них одно общее обстоятельство, все они хотят править своими странами долго и сытно, желательно до гробовой доски. Будь в их странах действующая система сменяемости власти, они просто ушли бы в отставку и не представляли бы такого интереса для путинских спецслужбистов. А раз так, то и страх перед обнародованием их связей с одной из контор утратил бы смысл. Будучи отставным гражданским, можно валять дурака уже как угодно, как, например, Герр Шрёдер, который живет по принципу «как с гуся вода». Но если эти погрязшие в любви к другу Владимиру персонажи представляют, что на их место придет кто-то, кто может дать команду выяснить причину, по которой у предшественника образовалась невыносимая любовь к любителю резиновых попок, то все может закончиться плохо. А дело тут в том, что если бы каждый из них понимал неизбежность ухода со своего места через восемь лет или две каденции, он безусловно все сделал бы так, чтобы по окончанию предельного срока оказаться, если не полностью чистым перед законом, то не настолько вмазанным, чтобы сменщик устроил крупную раздачу слонов. Отсюда следует, что в самые грязные путинские комбинации он бы не вмазывался и сам себе установил бы меру, которая не дала бы нырнуть глубже опасного предела. Ну а те, кто намерил себе вечное правление, не имеют подобных ограничений и могут себе позволить нырять аж до дна выгребухи. Те же товарищ Орбан или Лукашенко в курсе. Но здесь речь идет о деятелях, которые попали в известную ситуацию, когда отступать некуда, поскольку либо я веду ее в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору. А те, кто не обременен именно такими жесткими условиями и главное, кто не представляет настолько непосредственного интереса для Путина, как тот же Гауляйтер Венгрии, те отгребают аккуратно. А на вопросы о том, почему они питают настолько нежные чувства к пациенту, на чьей холке имеется самое гнусное обвинение из набора военных преступлений, они могли начать отвечать как угодно, а заканчивали всегда одинаково. Последним доводом их сочувствия кровавому палачу всегда была забота о человечестве, основанная на том, что при всех своих чудовищных преступлениях Путин ценен тем, что осуществляет контроль над крупнейшим арсеналом ядерного оружия в мире. А раз так, то любовь к нему обусловлена непривычным шуршанием купюр в их карманах, но исключительно заботой о том, чтобы ядерное оружие не расползлось по миру и не попало в куда более опасные руки. Каждый из нас читал или слушал нечто подобное десятки раз, и существенная доля из тех, кто пишет или говорит такое, на самом деле прислушивались к тембру и силе своего голоса, чтобы тот надежно перекрыл шуршание купюр. Как известно, самые гнусные преступления, которые только можно придумать, особенно массовые, всегда прикрываются какими-то красивыми, пушистыми идеями и преподносятся как некое невыносимое благо, которое не понимает исключительно тупое мужичье. Достаточно послушать Гитлера, Сталина или Путина, чтобы понять, как это происходит. И вот эти деятели используют затертый до дыр прием. Якобы их сильно заботят судьбы человечества и ядерное оружие, которое может эти судьбы поломать. То, что сам Путин постоянно бубнит о желании жахнуть ядеркой, их почему-то не смущает. Они считают, что куда более опасно применение этого оружия не Путиным, а кем-то еще. И потому они боятся, чтобы оно не попало не в те руки. Так оно уже давно не в тех руках. Но вот ситуация кардинально меняется, и Путин лично выбивает из рук своих симпатиков последние, хоть и явно крапленые карты. Жаль, что нет возможности прямо подискутировать с этими деятелями. Для нас понятно буквально все из того, что они делают, кроме единственного вопроса. Ответ, на который хотелось бы услышать лично. И касается он не каких-то высоких материй, а как обычно, терминов. Хотелось бы услышать расшифровку термина «не те руки», в которые не должно попасть путинское ядерное оружие. Причем, чтобы опять не попасть в ловушку инвариантности терминологии, хотелось бы услышать конкретные имена тех, в чьи руки оно не должно попасть. Это было бы очень интересно и познавательно. Так, например, имеется ли в виду узурпатор, который нелегитимен во всем мире, практикующий политические репрессии, ратующий за расширение применения смертной казни, не раз угрожавший применением силы против соседних стран и не раз осуществлявший это в разных формах, а кроме того, угрожавший применением ядерного оружия в случае, если таковое попадет в его руки. Если это именно так, то Путин уже передал или передает это оружие в руки диктатора Лукашенко. Причем делается это абсолютно вне любых военных выгод, а просто для того, чтобы ядерка оказалась в руках еще большего отморозка, чем сам Путин. Кроме того, практически весь набор благодетелей, описанных выше, подходит и к Ирану, а Кремль развернул просто лихорадочное военное сотрудничество с этой страной и по отдельным позициям попал в жесткую зависимость от поставок оружия из Ирана, и очень многие наблюдатели обоснованно утверждают, что в общем, для тех военных целей, которые артикулирует Иран, именно самолеты не являются каким-то ключевым элементом. Тем более, что российские самолеты показали себя не то что хламом в боевых действиях против Украины, но намного ниже того, что о них думали раньше. По крайней мере, они оказались критически уязвимыми против всего спектра ПВО стран Запада и даже довольно старого, а это значит, что при столкновении с авиацией западного производства, потери российских самолетов окажутся еще выше. И об этом сейчас говорят практически все зарубежные военные аналитики, как о свершившемся и доказанном факте. Поэтому заявленный обмен самолеты за шахеды выглядит прикрытием других планов, о которых в данном случае публично не говорят. А глядя на то, как Иран вмазывается в поддержку войны против Украины, однозначно можно говорить о том, что призом этого сотрудничества для Тегерана являются не самолеты. По совокупности открытых данных и по изменению тональности в риторике Ирана мы делаем предположение, что именно в этой сфере взаимодействия Москва уже передала то, что было нужно Ирану для овладения полным технологическим процессом изготовления ядерных зарядов. Пару месяцев назад в израильской прессе были опубликованы данные их военных о том, что Иран уже имеет обогащенного оружейного плутония для производства как минимум пяти ядерных боеголовок. Но понятно, что ядерное оружие имеет свои особенности и для того, чтобы иметь именно ядерный боезаряд, нужны определенные технологии, а также комплектующие. Нет сомнений в том, что теоретически у иранцев есть полное представление, как собрать ядерный заряд. Более того, они могут изготовить все необходимые элементы самостоятельно, может быть, за исключением пары-тройки комплектующих, которые и могли поставить им из Московии. Но тут возникает другой вопрос, критичный именно для Ирана. Конечно, все это можно собрать самостоятельно, но, во-первых, надо понимать, что все элементы ядерного устройства работают как надо, поскольку отклонение в синхронности подрыва сжимающего заряда в малую долю секунды превратит изделие из ядерного в грязную бомбу, а во-вторых, надо быть уверенным в том, что сборка изделия прошла как надо и оно отработает штатно. Именно для этого необходимо испытание готового устройства, и если подрыв прошел штатно, можно именно так действовать и дальше. Значит, все элементы оказались рабочими, а сборка изделия осуществлена правильно. Между прочим, именно эту стадию прошли все ядерные державы, включая Израиль. Имея небольшую территорию, а потому при отсутствии места для испытательного полигона, он скооперировался для этой цели с ЮАР, и натуральные испытания прошли на африканском полигоне. Но Иран, даже имея территорию для полигона, имеет проблемы с испытанием. Дело в том, что все ядерные страны знают о том, как выглядит полигон для подземных максимально скрытных испытаний. Поэтому даже на стадии подготовки полигона заинтересованные страны будут понимать, зачем все это делается. А Израиль прямо заявил, что уже прямо сейчас готов для того, чтобы уничтожить все ядерные объекты Ирана, если тот попытается произвести ядерное оружие. Отсюда следует, что Тегерану надо получить гарантированно рабочее ядерное устройство без натурных испытаний. А это значит, что его можно собрать либо на территории Федерации, после чего вернуть в Иран, либо на место могут выехать специалисты из РФ и собрать устройство на месте так, как это расписано регламентом, давно разработанным и подтвержденным испытаниями. Наверное, вариантов может быть больше, но самым прямым там может оказаться прямая передача всего, что нужно для создания ядерной боеголовки, кроме самого оружейного плутония, который уже есть у Ирана. На месте останется просто совместить эти две части оружия, произвести его обследование специалистами, ядерными оружейниками и вуаля, Иран входит в ядерный клуб. А фокус тут вот в чем. Если иранцы самостоятельно, но без испытаний соберут подобное оружие и, например, применят его против Израиля, то они отправят боеприпас без гарантии того, что он сработает. А если не сработает, то и толку от него не будет, который закладывался изначально. И ответный удар будет безусловным и, скорее всего, ядерным, как и завещала Голда Мейер. Причем ничего предъявить Израилю в таком случае не получится, он ответит ядерным оружием на попытку ядерного нападения, т.е. ответ будет пропорциональным. Собственно говоря, на этот вариант многие так или иначе, но указывают как на вполне вероятный, только вот если эту вероятность признать высокой или крайне высокой, то в таком случае необходимы немедленные действия и тут возникает вопрос о том, против кого эти действия должны быть осуществлены. С Ираном всем и все давно понятно, но если Путин уже передает готовое ядерное оружие отморозку Лукашенко, и это не повлекло за собой каких-то конкретных, акцентированных и адресных ответных мер, то технологии или компоненты для создания такого оружия в третьих странах вообще не вопрос. И тут мы возвращаемся к началу повести и о том, что Путина следует как-то сохранять, потому что он контролирует ядерное оружие и это очень важно. А для чего это важно? Как он его контролирует, если его сменщик Димон говорит вот такое? Причем он и не только он подобные вещи высказывают постоянно. Такие речи ведут депутаты Госдумы, а некто Тихонов четырехкратный олимпийский чемпион на выходных вообще выступил с требованием сжечь Варшаву ядерными зарядами. Вернее, он не требовал, а высказывал удивление тем, что это до сих пор еще не сделано. В итоге получается, что сам Путин, его халуи разного сорта и уровня деятели, облеченные государственными полномочиями, чуть ли не каждый день высказывают предложение угрозы о применении ядерного оружия. Причем уже не только по Украине, но и по другим странам. В частности, Балтии, Польши, Германии и, конечно, США. А некоторые даже предлагали ударить по Парижу, где они, по всей вероятности, не успели прикупить недвижимости Вильдефранс, в отличие от коллег. И это кто-то считает надежными руками, в которых находится контроль за ядерным оружием. Но вот приведенные два примера уже говорят о том, что с контролем там давно покончено. Путин сам начал его раздавать различного калибра отморозкам. Не удивлюсь, если такие вопросы рассматриваются и относительно африканских стран. Но есть еще один момент, который слил последний довод путинофилов просто на помойку. Недавний Пригожинский Пуч обратил всеобщее внимание на важный факт. Его колонны практически без сопротивления прошли от Ростова до границы Московской области. Если бы часть колонны отклонилась в сторону от магистрали буквально на несколько десятков километров левее, то в руках путчистов оказалась бы база хранения авиационных ядерных боеприпасов. Никаких сил и средств для того, чтобы воспрепятствовать этому шагу, центральные власти не имели и не предприняли. То есть Пригожина и тысячи зэков отделяли от получения не просто ядерного боеприпаса, а целого арсенала мобильных ядерных боеголовок всего пара часов езды и суеты на захват базы. Они этого просто не захотели делать, но имели возможность, которой нечем было даже помешать. Таким образом, ядерное оружие проскочило в миллиметре от рук патентованного ублюдка и отморозка, который творил вещи, которые вытворял ИГИЛ. А просто представим на минутку, что в руках ИГИЛ оказалась пара сотен ядерных боеголовок. Это и есть тот контроль, о котором пытаются рассказывать отдельные пациенты? Неудивительно, что Финляндия, а за ней Польша, уже сделали запрос правительству США о возможности размещения ядерного оружия на своей территории. Понятно, что пока эта тема остается в подвешенном состоянии, но тут важно другое. Именно такое положение вещей стало возможно благодаря тем, кто долго и натужно пел песни, что надо учитывать интересы Путина и сохранять ему лицо, потому что он контролирует от расползания ядерное оружие. Но если это контроль, то что такое отсутствие контроля? Пора смотреть правде в лицо и действовать так, как это положено как раз при утрате контроля над ядерным оружием. Надеюсь, такие планы есть? Субтитры создавал DimaTorzok